Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, пусть и виртуально, но находятся замечательные гости, журналист Лазарь Данович и политолог Александр Сынкер. Рад вас приветствовать, друзья! С наступающим Новым Годом! С наступающим! Вот по поводу этого радостного события, я думаю, для нас, по крайней мере, я надеюсь, мы сегодня и поговорим с вами. Израиль, как правило, накануне новогодних торжеств вступает в эпоху, я бы назвал эпоху, вернее, вступает во время идиотизма, связанного с елочками, с салатом оливье, с другими всякими Дедами Морозами и прочими снегурочками. Причем литмотивом, я начну, наверное, все-таки с социальных сетей. В социальных сетях у меня такое ощущение складывается, что признаком того, что русскоязычные репатрианты стали настоящими израильтянами, будет не что-нибудь, а именно то, если они в новогоднюю ночь или в новогодний вечер не будут есть салат оливье. Как бороться с этими так называемыми умными предрассудками, Лазарь, я обращаюсь к тебе, а мой вопрос еще обусловлен тем, что парад идиотизма предновогоднего нам дополнили и некоторые политики в некоторых городах. Где-то елочку сожгли, где-то елочку, которую зажгли для детей, ну скажем так, не совсем здоровых детей. Прибежал какой-то начальник, выключил освещение у этой елочки и прочее, прочее. Это 30 лет прошло, как мы приехали в эту страну. Когда-нибудь это закончится? Вот я хочу вернуть вас ровно на 30 лет. Мы приехали в октябре 91 года в Израиль. В октябре, в конце октября. И через пару месяцев уже был новый год, наступал новый 92-й год. И некоторые мои друзья, родственники, ну перевоплотившиеся до полной неузнаваемости, пугали нас. Ну, какая елка? Какой Новый год? Ты что, спятил? Это же Сильвестр, римский папа Зувер, это христианский праздник, это шабаш антисемитов. В общем, день врагов народа. Мол, здесь по квартирам ходят, в окна заглядывают, если у кого елки есть, мигают, все, трындец, все, пропал. Ну, какой Сильвестр, я не умевал, честно говоря. Хотя я и смутно припоминал, учился-то ничего, неплохо. Что в древности был такой епископ, никакой не папа римский, а епископ. Совершенно верно. Вот. И был он миссионер, и был он большой трепло и манипулятор, как теперь говорят, да? И даже, по-моему, не канонизирован, черт его знает вообще. И причем тут он и Новый год. И я спрашивал у них, ну, ладно, а что за елочку нам будет, если заметить, да? Тюрьма, что ли, депортация? Расстрел через повешение на месте. Мне не отвечали, а так осторожненько, знаете, так настороженно помалкивали, как умеют некоторые. А снимали мы первую квартиру в Яфа, на южной окраине Тель-Авива, почти в арабском районе. Можно сказать, в арабском районе. И накануне Нового года там вовсю работали елочные базары, рождественские базары, распродажи. Вот мы пошли и, не боясь расстрела, купили маленькую искусственную елочку, горсть игрушек, дешевенькую гирлянточку какую-то. Но дорогой у нас денег, спасибо товарищу Шамиру, не было. Мы очень нуждались и на всем экономили. Нечтам нынешним бюджетарианам. Но елка для детей у нас зажглась огоньками и простояла, как положено, до старого Нового года, до 14 января. И подарки неудрящие какие-то были детям. Никто не пришел к нам, кстати. Никто нас в наручники не заковал. И из евреев нас тоже никто не исключил за это. Запах оливье отпугивал. Да, зато те, кто нас пугал, друзья наши, родня, сидели у нас за столом и как ни в чем не бывало, за обе щеки ели и за обе щеки пили за старый 91 и новый 92 год. И вот прошло 30 лет. И если я что-то понимаю в телевизорах, то, наверное, эту программу уже будут наши бывшие нынешние соотечественники, наши телезрители тут и там, смотреть уже будут в 21-м году. Правда? Ну да, конечно. Ну да. Хотя я могу постараться и вечер запустить, но вряд ли ее кто-то сможет смотреть сегодня. Нет, не надо. Не порти ни себе, ни люди. Некоторые будут смотреть нас с чувством глубокого и полного удовлетворения. Они будут удовлетворены тем, что они Новый год не отмечают. Некоторые будут смотреть, наоборот, с чувством глубокого похмелья и полного желудка. Потому что, наоборот, отмечали. И еще как отмечали. Некоторые вообще без чувств, так как тема им, наверное, покажется надуманной и небольшой слишком. А вот большая часть, как мне кажется, меня можете поправить. Вот большая часть с интересом будет смотреть и с неизменным вопросом. Чего им там в Израиле уже 30 лет к ряду надо от этого единственного неидеологического из бывших советских праздников. Совершенно гражданского, домашнего, семейного, веселого праздника. Назовем его праздника календарной межи. Ведь от силы, наверное, я даже не знаю, боюсь цифры какие-то произносить, но от силы тысяч пять израильтян, изучавших историю Советского Союза и России, и вообще что-нибудь по истории изучавших. Тысяч пять что-то знают про 1937 год. Про слышали где-нибудь ель моя, ель о Куджаве, чем-то так стало вдруг нехороша, что они все одурели, помните? Да, да. И что-нибудь где-нибудь когда-нибудь слышали или не читали про возврат Сталина елок и новогодних праздников в СССР, как замены рождественских праздников. Я им отвечу, этим, которым надобно. Им надобно, чтобы именно в новогоднюю ночь мы все без исключения русские, целовали их в задницу и боялись как огня. И это уже в 30-й раз не проходит. Отсюда и разочарование. Мне кажется. Саш, теперь я обращаюсь к тебе. Ну, может быть, ты тоже поделишься своими воспоминаниями относительно первого Нового года в Израиле. У меня, в принципе, они тоже есть, эти воспоминания. Может быть, я тоже поделюсь. Но давай с тебя начнем. Так что не хватает людям 31 декабря в социальных сетях? Чего они хотят от Нового года? Почему нужно всем рассказывать о том, что они ни ногой, ни лицом, ничем не вступят в пресловутые салаты любви? Что он плохого им сделал? Ты знаешь, вот я слушал Лазаря и тоже вспоминал мой приезд. Мы приехали в конце ноября. То есть, это уже первую квартиру мы сняли общую. Моя семья, брата семья, родители. И это в 90-м году было. Потом, значит, когда уже разобрались немножечко, мы уже сняли свою квартиру. Это было в городе Питахтыква. И прямо перед Новым годом мы ее сняли и заказали в магазине. Чентельменский набор, если все помнят. Телевизор, холодильник, стиральная машина и газовая плита. То есть, это все приходили стандартно. Уже владелец магазина знал, там сидело два ватика, старожила, который, по-моему, весь город шел к нему. И вот мы заказали, но нам это не привезли к Новому году. То есть, там, наверное, такой был наплыв. И поэтому на Новый год мы купили только то, что можно было хранить дома. Хотя это в Советском Союзе можно было вынести на балкон зимой. И там был такой холод, как говорится, как холодильник. Мы взяли, и телевизора нет. Но я на приемнике нашел какую-то волну, которая там что-то передавала по поводу Нового года. Музыка какая-то была. И вот мы с двумя маленькими дочками отпраздновали этот Новый год и пошли спать. Самое интересное было утром. Мы поздно встали, потому что мы еще даже в Ульпан не ходили. Мы ждали очередь, как пойти в Ульпан. И когда я вышел из дома, я вижу на двери с внешней стороны каллиграфическим русским почерком написано, что жильцы подъезда просят соблюдать тишину. И поскольку у нас не принято ночью шуметь и так далее, и так далее. Хотя я знаю, что в подъезде никого по логике русскоговорящих не было. Там были выходцы с Польши, еще откуда-то, но, наверное, ребята подсуетились. После такого внимания к нашей персоне, у меня почему-то появилось в два раза больше желания отмечать этот праздник. И когда мне на протяжении 30 лет, извините за выражение, дебилы, называли это Сильвестром, я пытался... Но уже перестали, Саш, мы их уже отучили. Нет, не отучили. Я вчера слушал каналы, израильские каналы, один, второй. И они каждый раз переходили с гражданский Новый год. Каждый второй раз был опять Сильвестр. И я им пытался вдолбить, и, по-моему, я нашел, как это вдолбливается. Я спрашивал, вы налоговую инспекцию, так называемую любыми нами Масахнасу, платите как отчет оформляете за год, да? Так я говорю, вот я праздноваю начало нового финансового года. Имею право? Они так задумывались, потом говорили, да, это нормально, ты имеешь право отмечать. Вот с тех пор, когда израильтянам я это говорил, они объясняют. Правда, я хотел бы такую еще вещь заметить. С годами что-то поменялось. И если не коронавирус, то практически в середине декабря найти место в ресторане, я говорю не о русских ресторанах, я говорю о вообще израильских ресторанах, в ночь с 31 на 1 января практически нету мест ни в одном израильском ресторане. Израильтяне тихо-тихо тоже понимают, что есть повод повеселиться. Израильтяне любят повеселиться, они не вдаются в подробности, почему, зачем. Они видят, что весь мир отмечают, и они отмечают тоже. Теперь по поводу неприятия. Например, я помню Хануку в Берлине. Представляете, конец года, Ханука, возле Бранденбургских ворот стоит 7-метровая Ханука. И мы там отмечали, и выступал Раф, и говорил, представляете, евреи отмечают в Берлине Хануку. И мы раздавали окружающим эти пончики, и все были довольны. Почему во многих странах ставят Хануку, который никакого отношения к христианству в христианских странах или мусульманству в мусульманских странах не имеют, спокойно, в общем-то, в основном относятся. Почему такой ажиотаж происходит здесь? Более того, здесь живут христиане, и вот арабы-христиане, они живут здесь, как говорится, с самого образования Израиля. Вот. Ну, я говорю, что образование Израиля. Поэтому, мне кажется, все же это говорит, с одной стороны, об уровне образования, воспитания определенной прослойки израильского общества. И, к сожалению, определенной группы наших соплеменников, наших, с кем мы вместе приехали в Израиль, которые, вот такая же группа, наверное, была, как и у Лазаря, которые мне говорили, смотри, вот нельзя делать вот это, нельзя делать то и то. Я говорю, почему нас не будут любить? Я приехал в Израиль не для того, чтобы меня кто-то любил. Я приехал сюда жить, и я чту, в общем-то, законы Израиля, но все остальное, любят меня или не любят, мне не интересовало. И вот, которые святее Папы Римского, которые в сетях, как ты, вот я возвращаюсь к вопросу, в сетях клянутся всеми аккаунтами своими, что они даже не приблизятся к салату о любви, то вот я, например, сегодня сам это сделал и получил большое удовольствие. Все, как традиционно делается, попробовал, салат готов, к Новому году готов. Поэтому, мне кажется, чем дальше мы будем жить, как мы жили и как мы хотели жить, и наши дети будут продолжать. И в этой ситуации у меня дочка старшая, у нее муж, его дедушка выходят из Йемена. И самое интересное, они на Новый год, сейчас, правда, не поедешь, они берут, например, на 3-4 дня, едут то в Прагу, то в Белград, как-то, в Будапешт, по-моему, поехали, вдвоем, когда еще не было ребенка. И они отмечают этот Новый год. И вдвоем, и у них никаких проблем с этим нет. Мне кажется, вот это, наверное, подход нормальный, интеграция и абсорбция всех приезжающих в Израиль. Вот, Саша, ты сказал относительно того, что все любят израильтяне веселиться ближе. Я к Лазарю теперь обращаюсь, оттолкнусь от твоих слов. Скажи, пожалуйста, полиция у нас тоже веселится, исключительно ради русскоязычных израильтян, запуская спецнаряды, увеличивая количество блокпостов на дорогах именно в этот день, 31 числа, запускает квадрокоптеры следить за дорогами. Это вот мы так настрополили полицию, в другие дни этого делать не надо. Ну, вот представьте себе, что вот такие меры предосторожности были бы предприняты на Мимуну, скажем, марокканский праздник Мимуна, или на эфиопский Сигд, да? Сколько, какая бы поднялась волна? Да хотя бы на Пурьем, где положено напиваться до потери пульса. Я говорю просто, мы же говорим о секторах, да? Давай говорить о марокканском секторе и эфиопском секторе, и русском секторе, да? Вот представь себе, что перед Мимуной, за день до Мимуны, на дверях подъездов в городах с преобладающим населением выходцев из стран Магриба, появилось бы такое объявление, что в связи с плановой проверкой электричества будут отключены электросети в таких-то городах и домах, вот, и это будет происходить с 22 часов такого-то числа, вот, 5 утра такого-то числа. А вот такие объявления появились, как вы знаете, позавчера, или вчера даже, да? Вчера. В Нитании, Вараде, в Кармиеле, в городах со значительным или даже преобладающим русскоизвестным населением. И именно, что не будет с 10 вечера 31 декабря по 5 утра 1 января света. То есть, знаете, что? Чтобы было в домах темно, холодильники потекли, чтобы никакого телевидения, уж, конечно, никаких гирлянд там наел. Ну, слава богу, депутаты там от МДИ, в частности, от партии «Наш дом – Израиль» вмешались. И вот это хеврат-кошмар, хеврат-кошмаль, дали этому кошмару задний ход. Мол, ну, какие дела, мы не подумали. Еще как подумали, еще как подумали. Просто на этот раз подлянка не прошла. Понимаете? От всего этого попахивает дешевым расизмом. Вот дешевым. Ни масштабным, ни полновесным, ни государственной какой-то ксенофобией. Там с чертой оседлости, с погромами, не дай бог, с пухом из подушек, с утаскиванием из домов за волосы. А вот такой провинциальной безнаказанной дешевкой. Вот чем несет от всего этого заверсту. Напугаем, а вось забоятся. Вот тут-то мы их посильнее загнобим. Вот понимаете, тут говорили про еврейские праздники. Я уже в твоей студии, Саша, говорил, что я про еврей по имени Лазарь об этих праздниках знал всю жизнь. А не открыл их для себя только здесь, как некоторые русскоязычные неофиты, которые сейчас перенаселили соцсети и учат всех жить. И, поверьте, Новый год для меня не свят, а просто дорог. И я попрошу, просто попрошу. Даже я уже не молод, прямо скажем, но попрошу со мной, с гражданином и с налогоплательщиком с 30-летним стажем считаться. Если вот эта моя привычка, 31 числа выпивать за следующий год, не нарушает никакой закон и не нарушает никакой порядок. А если будут вот так продолжать безобразничать, как в этих трех городах, как на елке для детей с особыми требованиями, да? А будут, если безобразничать, я голосовать не пойду. И еще много народу подговорю, не идти голосовать. Рабочего Никодимова народ знает, помните, как говорил один герой, в фильме свой среди чужих, с чужой среди своих. И много таких найдется, которые им тоже подляну сделают, вот этим нашим Сильвестром. Они же тоже в какой-то мере политические манипуляторы и вербовщики, как был и он, да? Ну, собственно, как все. Как все. И разве это я или вот уважаемый Саша Цинкер каждый год лезет на экраны, лицами хлопочет и оливьями давится? Это ведь не мы бегаем туда, чтобы русские голоса хоть маненечко привлечь. Ну, подожди еще. Может быть, еще премьер-министр поздравит с Новым годом. Так бабки не ходи. Кто-нибудь обязательно вылезет. Нет, твоих я уже видел. Некоторые уже, да. Да. Так что, господа, это мы, понимаете, год, который мы сейчас... Я увидел в интернете очень смешное поздравление с отступающим. Вот год, который сейчас отступает. Ну, поганый был год, что говорить. И, может быть, потому мы как-то и к этому ко всему относимся, что, ну, вот плохо, плохой был год. И надежды у нас пока такие, знаете, робкие. Они вроде есть, но они робкие. Что будет все по-другому, что все как-то поправится, изменится. Прививки сделаем, и будет нам счастье. И будет нам счастье. Но, понимаете, вот, и даже сейчас в конце нельзя вот такое делать и говорить, что, мол, вот эти квадрокоптеры запущены, да? Что еще там происходит? Ну, посты. Что, не дай бог, нам поднимет эта заражаемость. Вы знаете, я вам сейчас скажу напоследок такую, как сказать, крамольную вещь, крамольное предположение сделаю. Вот сегодня нам сказали, что пять с половиной тысяч зараженных, да? И это происходит в связи с тем, нам не сказали в связи с чем, да? Но мы можем догадаться, что это отдаленное эхо гуляний на Хануку и на Рождество. Ну, конечно. 62% заражений в ортодоксальном секторе. В том числе, я не хочу быть огульным, так сказать, огульные какие-то навешивать обвинения. Ну, в том числе и это. Вот это вот несоблюдение на Хануку и на Рождество дало такой прирост. Я вам знаете, что хочу сказать? Что, может быть, в самом начале января нам объявят, что это число сократилось вдвое, а то и втрое. Для того, чтобы показать, вот мы этих русских прижали, мы действовали решительно и масштабно, мы запретили этот их Сильвестр праздновать, устраивать гуляния, гулянки, вечеринки, застолья и так далее. И посмотрите, что это дало. Это дало резкое снижение заражаемости. Так вот, теперь подумайте, откуда исходила опасность? Разве она исходила из ортодоксальных мест компактного заселения, где были многотысячные свадьбы, где были многотысячные похороны и так далее? Нет, оттуда не исходило. Или, может быть, это исходило, как говорили, из арабского сектора, где болели целыми деревнями, целыми кустами деревень, и где вообще плевать хотели на любые карантин. Нет. Вот мы видите, какие-то два-три дня вот этого их Сильвестра, на который мы обратили внимание и в этот раз с ними очень строго обошлись. И вот оно падение. Давайте встретимся в январе. Давай, да, встретимся, Лазарь, и обсудим это. Будет ли это предметом обсуждения? Если я не прав, то я буду не прав и извинюсь. А если я прав, то подумайте. Хорошо. Саш, у меня к тебе вопрос напоследок. Вот Лазарь сказал относительно дурно пахнущего дешевого расизма по отношению к русскоязычным израильтянам. А не является ли примером дурно пахнущего не расизма, а популизма, политического популизма, заявления, я не буду называть партии, а то обидятся опять, рекламы не дадут на выборы. Или еще что-то. И фамилии не буду называть этих депутатов, а то тоже обидятся и рекламу не дадут. Речь идет о том, что в одном из населенных пунктов, мы уже вскользь об этом говорили, заместитель мэра города пришел в детский сад для детей с особыми потребностями. Выключил, лично выключил елочку, на которой были гирлянды. И депутат Гнесто, один из депутатов, потребовал, гневное письмо опубликовал, потребовал уволить с занимаемой должности этого заместителя мэра. Он что, не понимает, как работают эти механизмы? Ну, во-первых, все прекрасно понимают, все прекрасно знают правила игры и этим все пользуются. Но я перед этим хотел бы в продолжении Лазаря рассказать две вещи. Во-первых, если количество ежедневно выявляемых не уменьшится, а это другой вариант, потому что первый вариант, если уменьшится, Лазарь объяснил, что скажут. А если не уменьшится или если, не дай бог, увеличится, то, естественно, опять же, руководство скажет, почему это не уменьшилось или увеличилось. Что это виноваты вот те, которые все же просочились, несмотря на то, что вся полиция Израиля усердно работала в эту ночь. Это раз и второе по поводу поедания салата оливье, чтобы никто-то не подумал, я не буду, как ты говоришь, называть партию и депутатов, которые этим занимались. Это ко мне никакого отношения не имеет. То есть Лазарь от меня как бы перешел по поводу салатов, то есть это не про меня, чтобы это отложить в сторону. Теперь по поводу детских садов, отключений, светов, требований увольнений. Понимаете, во-первых, не надо забывать, что у нас началась избирательная кампания, очередная, к которому мы привыкли. И где-то уже показывают в гугле, если набираешь Израиль, там такая вещь, национальная игра, выборы написаны. Значит, все занимаются своими делами. Религиозные объясняют, что приехали из бывшего Советского Союза черт знает что. Те, которые ищут голоса новых и старых репатриантов, объясняют, что надо просто всех религиозных в гетто, в загон, пусть там живут, умирают, болеют, выздоравливают. Неважно, это не наше дело. Есть вот такие два мнения. То есть, в зависимости от платформы партии, каждый выстраивает свою линию. Я помню, в свое время было два друга, не разлей вода, как бы, Авигдор Либерман и Дерри, которые очень дружили, и каждый зарабатывал на своей пропаганде очки перед выборами, у каждого своего электората. Правда, сегодня они не очень дружат, но система работы осталась та же самая. Каждый зарабатывает очки у себя. Поэтому я не удивляюсь то, что было в этом детском саду. Ну, я думаю, завтра, когда пройдет, в общем-то, этот день, мы получим сводки на разных сайтах ивритоязычных, русскоязычных. Сколько было остановлено, сколько было людей лишены прав, сколько было, значит, привлечены, потому что были под алкогольным опьянением. Я знаю, что вся полиция ежегодно выходит на работу, причем в основной удар делается, это так, если нас, а хотя нас уже не успеют услышать, где-то с трех часов и до утра, считая, что если кто-то где-то отмечал, они потом должны возвращаться домой. И вот тут мы на всех съездах и шоссе будем вылавливать. Пару раз меня тоже пытались останавливать, но зная эту манеру, я в этот день всегда был дежурный, знаете, дежурный водитель, который не пьет и поэтому в наглую едет, и когда останавливают, я говорю, ну куда отдыхнуть? И они всегда говорили, ладно, езжай, езжай, не мешай нам работать. Поэтому не надо удивляться, как это пройдет, я думаю, это еще долго не пройдет, поэтому нам нужно привыкнуть с этим жить и не стараться приспосабливаться, потому что в Израиле, если кто-то приспосабливается, на них, знаете, на обиженных воду возят, да? Так вот, если кто-то будет прогибаться, так мы это будем на себе чувствовать. Вот, ну еще, если это уже мы в конце завершаем, я хочу всех поздравить уже с наступившим годом. Прошлый год был действительно тяжелый, страшный, жестокий, ушло очень много известных людей, неизвестных, не важно, в каждой кругу семьи есть кто-то, который болел. Ну, завтра ничего не изменится, да, коронавирус пока будет продолжаться, и экономика наша будет трещать, и политическая система будет наша трещать, но может быть, где-то все же какой-то свет в конце туннеля, мы утром проснувшись увидим, дай бог, чтобы он был. Спасибо. Спасибо, с Новым годом, Саш, спасибо, Лазарь, с Новым годом. С Новым годом. Всего самого доброго, хорошего, елочка, зажгись, как говорится. Спасибо, у тебя она уже зажглась. Спасибо, спасибо, друзья, всего самого доброго, спасибо и вам, что были с нами, будьте здоровы, до новых встреч в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова